Данный материал содержит элементы рекламы. А если еще и пятница является тем днем, когда зарплата на карту приходит, вообще прекрасно. Тогда это в некоторых случаях связано со слезами, знаешь ли, вот эту вот унылость. Без слез не взглянешь, что ли? Любим мы все считать чужие деньги. И вот вам немного статистики. В первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года средняя заработная плата в Молдове составила 11 486 леев. Увеличилась она по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,1%. Это в номинальном выражении. А в реальном выражении с поправкой на индекс потребительских цен снижение составило чуть менее 4%. Самые высокие зарплаты были зафиксированы в сферах информации. Связь 29 841 леев, финансовая и страховая деятельность 21 711 леев, производство и поставка электроэнергии, тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха 16 526 леев. Самые низкие зафиксированы в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 7 046 леев, искусство, отдых и досуг 8 583 лея. Да. В общем, опять же, это среднее, среднее. Понятно, что даже в этой отрасли есть у кого-то больше, у кого-то меньше. Ладно. Не знаю, была вам интересна эта информация. Или, допустим, мне это очень интересно. Да. Это любитель статистики. Внезапно для себя. И, если честно, последние 2 части, да, про сельское хозяйство и про искусство, ну, совсем расстраивают. Потому что, ну, люди в сельском хозяйстве, я считаю, что должны зарабатывать больше, потому что труд у них тяжелый, но и художник голодным быть не должен. Почему? Наоборот. Наоборот. Нет, я все-таки считаю, что люди искусства тоже должны прилично зарабатывать. Ты человек искусства? Ты картины рисуешь, пишешь? Извините. Нет, картины не рисую и не пишу, но все равно. Вот видишь, ты попробуй. Вот вдруг поголодаешь пару дней. Как начнешь вторую Монолизу нарисовать? Не согласна я с этим. Ладно. В общем, да. Прямо сейчас давайте поговорим о сегодняшней дате. 9 июня 1822 года в США некий Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть. 9 июня 1934 года вышел первый мультфильм с участием Дональда Дакка. И знаете, что я вам на это скажу? Что? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да, это цитата, если что. Если переводить на русский язык, то расскажем далее, с чем еще связана сегодняшняя дата. Международный день друзей – праздник, известный всему миру. Отмечается он сегодня. Посвящается этот день друзьям и близким людям, которые всегда поддержат и не оставят в беде. Дружба всегда была великой ценностью в жизни человека, ведь отыскать по-настоящему верного друга считается удачей. Для того, чтобы напомнить человечеству о важности друзей, научить ценить верность и опору, которую нам оказывают эти люди, был и создан этот международный праздник. Сегодня также отмечается Международный день архивов. Для жизни общества роль архивов трудно переоценить. Будучи своего рода информационными центрами, они обеспечивают доступ к ретроспективной документной информации, содействуют в решении задач социально-экономического развития страны, эффективного государственного управления, а также обеспечивают научное познание прошлого. Поэтому сохранить документальное наследие – главная задача архивистов. Сегодня отмечает день рождения Джонни Депп. Американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер, ставший особенно популярным после участия в фильмах Тима Бертона и в трилогии «Пираты Карибского моря», где он сыграл главную роль Джека Воробья. Джонни Депп – лауреат всевозможных премий, а в 2012 году был записан в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер. Всего в фильмографии актера около 50 ролей. Я помню тот период, когда люди массово носили рваные джинсы. Это был настоящий кошмар для бабушки и мам. При этом они никак не могли понять, каким образом рваные джинсы стоят дороже, чем целые. И каким образом человек в здравом уме и доброй памяти сам себе только-только купленные джинсы где-нибудь на рынке рвет. Более того, кто не мог себе позволить рваные джинсы, что делал? Так, а я тебе только что рвал их самостоятельно. Ладно, в общем, все это входило в моду буквально лет 5 назад. Снова был пик вот этих вот рваных джинс. Пропали на какое-то время. И сейчас, здравствуйте, снова стучится в наши гардеробы. Ну и при этом, даже сочетая рваные джинсы с чем-то еще, можно выглядеть аккуратно. Как это сделать? Правильно сочетать. Рассказываем, в общем, сначала, как зародился тренд. Как его правильно вписать в ваш гардероб, чтобы вы выглядели аккуратно. Деним не подвластен времени. Вот почему джинсы остаются в тренде десятилетия за десятилетием. Мы любим их не только за удобство и комфорт, но и за универсальность. Такие брюки можно сочетать практически с любым предметом гардероба. Рваные и потертые джинсы переживают очередную волну популярности. Многие думают, что они появились в двухтысячных. Но это отнюдь не так. История этого предмета гардероба началась куда раньше. В 70-е. Родоначальниками будущего тренда стали панки. Представители молодой на тот момент субкультуры рвали и резали вещи в знак протеста против культуры потребления и материальных ценностей. К 80-м в игру включились поп-звезды, которые помогли сделать рваные джинсы по-настоящему массовым явлением. С тех пор их популярность только росла, пока не достигла пика в двухтысячные. Именно тогда с улиц они перекочевали на подиумы и в глянцевые съемки. Современный спектр применения рваных джинсов довольно широк, что только повышает их популярность. В брюках из денима, декорированных художественными отверстиями в различных местах, можно отправиться на прогулку, встречу с подругами, шоппинг, даже на романтическое свидание. Рваные джинсы приносят любому образу нотки брутальности и непринужденности. Самыми трендовыми в этом сезоне являются вариации с огромными дырками и с прорезями на коленях. Комбинировать рваные джинсы можно как в деловых образах, так и в кэжуал-луках. Для непринужденного комплекта на каждый день стоит выбрать классическую синюю модель прямого силуэта с небольшим количеством отверстий. Светлый хлопковый пиджак удлиненного формата, приталенная футболка из тонкого трикотажа и удобные силипоны удачно завершат эффектный аутфит. В более женственном варианте можно отдать предпочтение туфлям на каблуках. Сегодня актуальные рваные джинсы-бэгги на слегка заниженной посадке. Для современного урбанистического образа и демократичной прогулочной композиции идеальным вариантом станут элегантный топ, макосины или балетки. В весенне-летнем сезоне помимо потертых джинсов многие бренды представили и другие рваные вещи, к примеру, топы и свитеры. Чтобы не выглядеть неряшливо, старайтесь носить такие вещи отдельно друг от друга. Остальные элементы образа с рваными джинсами должны выглядеть обычно и как можно более аккуратно. Не злоупотребляйте сложными принтами, избегайте потерявший свежий вид обуви и не экспериментируйте со спортивной верхней одеждой. Ветровка в сочетании с рваными джинсами тут же превратит вас в дачника. Ламинирование волос – процедура, желаемая для многих девушек, но она, надо признать, не самая дешевая. Однако салонный уход можно заменить домашним. Наши коллеги протестировали рецепт ламинирования самостоятельно с помощью желатина. Какими будут впечатления? Поделиться дальше. Ламинирование подходит обладательницам поврежденных сухих волос и секущихся кончиков. Нам понадобится один пакетик желатина, кипяченая вода, маска или бальзам для волос. Кипятим воду и даем ей чуть-чуть остыть. Высыпаем одну столовую ложку желатина в стеклянную емкость и заливаем тремя столовыми ложками негорячей воды. Если у вас густые или длинные волосы, увеличьте пропорции, но соотношение должно быть один к трем. Тщательно все перемешиваем. Пока набухает желатин, моем голову. Волосы вытираем полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу, но чтобы они остались чуть влажными. Через 15-20 минут после замешивания проверяем, что происходит с желатином. Если он полностью растворился, смесь нужно подогреть на водяной бане до получения однородной массы. Следующий шаг. Добавляем в желатину бальзам или маску. Половину столовой ложки, не больше. Консистенция должна напоминать густую сметану или тесто. Теперь наносим желатиновую смесь на влажные волосы, отступая от корней на 1-2 сантиметра. Как только вы нанесли всю смесь на волосы, наденьте полиэтиленовый пакет на голову или специальную шапочку. Сверху заматываем полотенцем и прогреваем голову феном 5-10 минут. Выдерживаем еще 45 минут. По истечении времени смываем смесь. А теперь о наших впечатлениях. Маска готовится довольно просто. Наносится быстро и без труда. Смывается легко, благодаря бальзаму в составе. Каким был результат? Конечно, эта процедура не может конкурировать с профессиональным ламинированием. В целом, ламинированием это можно назвать с большой натяжкой. Но эффект от процедуры есть. Волосы стали мягче и эластичнее. Хорошо подались укладки. Вывод? Не стоит ожидать от процедуры полноценного эффекта ламинирования. Но как уходовую маску для волос рекомендуем. Эту породу собак незаслуженно забыли. А ведь она самый лучший охотник и при этом чудесный компаньон. Грифон Картальса сегодня в нашей программе. Правда, это особенная собака. И уход ей нужен, соответственно, тоже особенный. Ну, целоваться будем? Мы очень любим на креслах сидеть, да. Целоваться будем? Если бы не камера, цель Оксаны зацеловала бы хозяйку. А так при съемочной группе она немного растерялась. Грифоны Картальса очень любвеобильные. Оксана в свое время потому такую породу и выбрала. Ей нужна была дружелюбная и ласковая собака. У меня были другие собаки, вот, и у них очень ярко выражено было чувство защищать. Они очень агрессировали на всех других людей, на собак. Я человек общительный, и мне хотелось, чтобы я своей красивой собакой могла подойти в любое общество, вот там, где есть животные, и не было бы никаких проблем. Грифон Картальса вообще старинная охотничья порода. Выведена во Франции в 19 веке голландцем Эдуардом Карталем. У себя на родине они до сих пор любимцы всех охотников. Но в наши дни многие заводят их как семейных компаньонов. Дело в том, что легавые – это очень преданные собаки. Они всегда должны быть рядом с хозяином, должны четко его понимать и слушаться. Иначе охота не будет успешной. Поэтому они просто не мыслят себя без своего человека. Это, несомненно, плюс, но не для тех людей, кто часто отсутствует дома. Грифоны Карталя, как называют их французы, плохо переносят одиночество. Собака начинает тосковать, начинает, ну, громить дом, вот, потому что, ну, тоскует по хозяину. То есть ей нужно взять кусочек вещи и лежать на ней, может быть, даже погрызть немножко. Но вот, чтобы владелец был как можно ближе и рядом. Не подойдет эта порода и домоседам. Одно из главных рабочих качеств грифонов Карталя – выносливость. Это очень энергичные собаки, и им нужны хорошие физические нагрузки для разрядки. И вот я им показываю направление, куда мы двигаемся. Молодцы, вперед! С ними можно ходить в походы, брать с собой на велопрогулку, ну, или хотя бы просто периодически вывозить за город, чтобы собаки набегались. Минимум физических нагрузок – это два часа в день, два-три раза в неделю нужно с ними бегать. Но, к сожалению, вот сегодня у нас очень большая жара, да, собаки уже спеклись. Все-таки такая плотная шерсть, она дает о себе знать. Они, ну, как бы, не то что перегреваются, но им нехорошо на жаре. За этим нужно следить. Шерсть у грифонов Карталя, правда, как панцирь. Она защищает их в лесу от колючих ветвей. Не пропускает воду, что позволяет им плавать даже при минусовых температурах. Но при этом не линяет и не требует сложного ухода. Любимцева достаточно тримминговать два раза в год. Когда шерсть созреет, это видно, она начинает выделяться. В этот момент вы ее отщипываете, и дома чистота и порядок. Создатель породы позаботился и о здоровье собак. Ведь на охоте нужны были сильные и крепкие помощники. Так что ветклиники с ними ходят обычно только на прививки. У данной породы практически нет проблем со здоровьем, за исключением опорно-двигательного аппарата, которое может выражаться в дисплазии тазобедренных суставов, дисплазии локтевых суставов. Также могут за счет висячих ушей наблюдаться отита, воспаление среднего уха. Бывают также завороты век. К слову, грифоны Карталя и живут долго 12-14 лет. Что ж, теперь давайте подведем итоги, перечислим основные достоинства и недостатки этой французской охотничьей породы. Минусы – необходимы долгие и активные прогулки. Плохо переносят одиночество. Требуется регулярный тримминг. Плюсы – отличные охотничьи качества. Крепкое здоровье. Очень преданные и дружелюбные. Для Оксаны при выборе грифона Карталя самое большое значение имел последний пункт. У нее в семье нет охотников, зато есть риджбек, кошка и куры. Поэтому ей нужен был питомец, который поладил бы со всеми. Но еще ее подкупила, скажем так, эксклюзивность породы. Таких собак, как ее цель, у нас в стране не больше 10. Данный материал содержит элементы рекламы. Носогубные складки – это то, что в последнее время доминирует на моем лице. У тебя их не видно? Да ладно, вот, посмотри, вот, видишь, полосочка идет. Не вижу ничего. А все почему? Потому что я человек жизнерадостный, улыбаюсь часто. И люди, которые часто улыбаются, у них тоже эта штука начинает выделяться чаще, быстрее, ярче и так далее. Складки более выражены у стройных девушек, поскольку я стройная девушка. Подкожного жира у тебя нет. Да, подкожного жира у нас меньше, соответственно, эти складки и больше выделяются на лице. Так, спровоцировать их появление вот что может. Резкое похудение более 5 килограммов, привычка спать на животе и обильное питье перед сном. Ну а прямо сейчас мы с вами поговорим о том, как бороться с носогубными заломами без уколов и хирургического вмешательства. За носогубные складки отвечают мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа, мышца, поднимающая верхнюю губу, мышца, поднимающая угол рта. Вместе они составляют квадратную мышцу всей губы. Спазмированные укороченные скуловые мышцы подергивают среднюю часть носогубной складки. Оттянутая к низу мышца, опускающая угол рта, создает нижнюю часть носогубок. Если мышцы в гипертонусе, то их надо разглаживать и расправлять. Для этого есть несколько массажных приемов и упражнений, о которых мы и расскажем. Все упражнения можно выполнять как стоя, так и сидя. Перед началом обязательно вымойте руки и очистите лицо. Контролировать технику лучше перед зеркалом. Первое упражнение. Сильно надуйте щеки и медленно выпустите воздух. Повторите 20-30 раз. Второе. Указательные пальцы ставим рядом с уголками глаз, большие у крыльев носа. Слегка зажимаем мышцу на 30 секунд сразу с двух сторон. Это может быть не очень просто. Чтобы облегчить задачу, воспользуйтесь салфетками. Спустя полминуты опустите мышцы и растяните пальцами зажим в течение двух-трех секунд. После второго упражнения без промедления переходите к третьему. Откройте рот, как будто вы пытаетесь четко произнести звук О. Поставьте указательные пальцы у крыльев носа, там, где заканчивается залом. Чтобы найти эту точку, достаточно улыбнуться. И начинайте массировать эти точки в течение минуты таким образом, будто хотите отодвинуть их от носа. Четвертое упражнение стоит пропустить тем, у кого на лице есть купероз. Всем остальным можно выполнять. Исходное положение, как в предыдущем упражнении. Указательные пальцы возле крыльев носа, рот открыт в звуке О. Но теперь мы еще дополнительно, будто бы роняем голову на пальцы и продолжаем массаж в течение минуты. При регулярном выполнении всех этих упражнений вы начнете замечать, как носогубки исчезают с вашего лица. И, конечно же, лучше всего эти упражнения действуют в комплексе с работой на шею и осанку. Он лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус» в категории «Лучший режиссер», постановщик знаковых картин «Назад в будущее», кто подставил к ролика Роджера и Форреста Гамм. Роберт Ли Зимекис, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Сегодня о нем наш рассказ. Кто же не помнит Марти Макфлая и его вечный скейтборд? Кто не сопереживал чудаку Форресту Гампу, который говорил, что жизнь подобна коробке шоколадных конфет? Мама всегда говорила, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какую вытащишь. А еще детектив про кролика Роджера, научно-фантастическая мелодрама «Контакт», анимационная сказка «Полярный экспресс». Трудно поверить, что за всеми этими шедеврами стоит один человек, Роберт Зимекис. Простой американский мальчишка из рабочей семьи, который осмелился считать себя сказочником, а судьба как будто вознаградила его за упорство подарком, тем самым счастливым билетом, которого люди подчас ждут всю жизнь. Искусства у нас в семье не было вообще. Ни музыки, ни книг, ни театра. Родители приходили поздно и вставали на заре. Оплата, как я понял, позже была почасовая, и они вкалывали, как машины, чтобы мы хоть как-то сводили концы с концами. Каникул я не помню вовсе. Кажется, этого не было ни разу. Добавьте к этому тумаки от вечно раздраженного пьющего отца, крики уставшей матери и бандитскую атмосферу чикагских улиц как альтернативу безнадеги. Соседские парни уже в 14 лет определялись с выбором. Горбатиться всю жизнь за копейки, как никчемные родители, или же обзавестись пистолетом, поддержкой взрослых влиятельных друзей и становиться членом уличной банды. Роберт тоже мог стать преступником, но нечто вело его другим путем. От природы тихий и замкнутый он чаще выбирал не выходить из дома вовсе и проводить долгие часы, уставившись в телевизор. Телевизор я смотрел каждый день с утра и до ночи, и он был для меня основным источником вдохновления. Позже я слышал, как многие говорили, что телевизор для детей – это проблема. Так вот я считаю, что знания могут приходить откуда угодно и из телевизора тоже. Для меня же он был просто спасением. Чуть позже – настоящий переворот сознания. Редкое событие для этой семьи – они идут в кино из соображений экономии во вторник. Ведь именно в этот день женщин пускают бесплатно. Показывают Бонни и Клайд. И маленький Роберт просто сон теряет после просмотра. Если соседские мальчишки, вдохновленные романтической бандитской парочкой, теперь играют в преступников, то Земейкис решает стать человеком, который снимает такое кино. Ему всего 14, и он даже понятия не имеет, как такая профессия называется. Я не знал, что бывают режиссеры, продюсеры и сценаристы. Был уверен, что в фильмах заняты только актеры. Первый раз слово «кинорежиссер» я услышал тоже по телевизору в каком-то шоу. Там же сказали, что бывают такие специальные учебные заведения, киношколы. Как же смеялись над Робертом родители, когда он сообщил, что собирается пойти в какую-то киношколу и стать кинорежиссером. Где кино и где ты, глумились они над сыном. Но Роберт не был бы тем талантливым и умным от природы пареньком, если бы так легко отказался от мечты. Он посмеялся вместе с родителями, а на следующий день отыскал на чердаке старую 8-миллиметровую любительскую кинокамеру и стал тайком снимать все, что впредет в голову. В основном сказки и сюжеты про друзей. Наверное, это была бы эффектная сцена из фильмов самого Земейкиса. Мальчик из рабочей семьи сообщает опешившим родителям, что он самостоятельно поступил в киношколу. Но это была правда. Наконец, Роберт реализовал мечту и оказался в творческой среде. Ему казалось, в этом мире его начнут понимать. Но, увы, среди высоколобых снобов из обеспеченных семей он тоже почувствовал себя белой вороной. Пока все бредили французской новой волной, он, воспитанный телевидением, мечтал снимать приключения или сказки в духе Клинта Иствуда и Олта Диснея. Его считали эдаким университетским дурачком, странным парнем, который зимой и летом ходит в одном поношенном свитере, очкариком-неудачником, который не любит вечеринки и не встречается с девушками. А он и правда совсем ушел в себя. И дни напролет проводил наедине с печатной машинкой, развивая, оттачивая, отшлифовывая сценарное мастерство. В те годы он придумал десятки удивительных историй, связанных, как правило, с чудом, которое вторгается в жизнь простого человека. Про такое обыкновенное чудо была его сказка о старшекласснике, который попал на машине времени в прошлое и встретил там своих родителей. Я жил в те годы как отшельник. У меня не было ничего, кроме работы и моих фантазий. За свою плодовитость я даже получил грант по окончанию вуза. Но мои сценарии все равно никому не были нужны. Сценарий фильма «Назад в будущее» развернуло штук 20 киностудий. У меня была целая пачка писем с отказами. Ему было уже за 30, и казалось, Голливуд его так и не примет. Отзывы неизменны. Сценарий плох, нет коммерческой перспективы, а сама история долгая и занудная. Постепенно Бобби с ужасом начал понимать, заветная мечта от него ускользает. А сам он вместо успеха и денег заработал в Голливуде лишь репутацию бездаря и неудачника. Он уже сам поверил в то, что ребенку из рабочей семьи не пробить каменные двери фабрики грез. О, шикарные сапожки. Да, этот желтохвостый бедолага, у него получилось несоварение желудка. И он скончался у меня на руках. Я его понимаю. При затратах в 10 миллионов долларов фильм собрал в прокате 86 и безумно понравился зрителям. Кажется, Зимекис, осознавая, что это последний шанс, вложил в него всю свою страсть, всю фантазию, парадоксальную детскую веру в чудо. И этот вклад окупился, причем с лихвой. Вчерашний неудачник вдруг получил номинацию на Оскара и стал в одночасье одной из популярнейших фигур в Голливуде. Имя Роберт Зимекис теперь шло через запятую после Стивна Спилберга и Джорджа Лукаса. Ну а дальше было как в кино. Огромный бюджет, поддержка самого Спилберга и легендарная кинофраншиза «Назад в будущее» о том самом мальчишке из простой семьи, который попал в водоворот приключений. Потом кто подставил кролика Роджера, Страшилы, Контакт, Байки из склепа и, конечно же, Форест Гамп. Фильмы, в центре которых всегда человек и волшебство его жизни. И, кажется, именно своей чудесной стороной повернулась судьба и к самому Роберту Зимекису, который в результате стал успешнейшим режиссером, звездой Голливуда, мужем и отцом. А ведь все благодаря упорной, несгибаемой, удивительной вере в счастливый случай, которая может перепасть абсолютно каждому человеку на Земле. Китай начал бурить одну из глубочайших шахт в мире для изучения нетр земли. Скважина... Я помню, когда в Советском Союзе начали бурить скважину, развал Советского Союза как раз связывали с достижением определенной глубины этой скважины. Я сейчас про Кольскую сферу глубокую. Скважина глубиной 11100 метров в пустыне Таримского котлована в северо-западной провинции Сидзянь. Проникает более чем в 10 континентальных слоев и достигает серии слоистых пород, возраст которых составляет 145 миллионов лет. Ну, достигает в теории. А как быстро они до этого слоя доберутся, еще большой вопрос. Проект, который планируется завершить через год и три месяца, китайские СМИ назвали важной вехой в глубинных исследованиях Китая. Скважина дает возможность ученым изучить внутреннюю структуру эволюции планеты, предоставив данные для геологических и геофизических исследований. Несмотря на заявленную глубину, новейшая шахта в Канерниум сможет называться самой длинной и глубокой. Этот рекорд по-прежнему принадлежит Кольской сверхглубокой скважине на северо-западе России. Она погружается в недры нашей планеты на 12262 метра. Да. Давайте от таких вещей, от недр Земли, немножко поднимем взгляд, посмотрим вверх. Там, судя по всему, некоторые люди видят подсказки для других людей. В общем, астрологический прогноз далее. Овен. Старайтесь не упускать новые возможности. Важно верить в свои силы, браться за новые дела и верить в успех. Чем меньше вы сомневаетесь в себе, тем быстрее достигнете нужных результатов. День дает шанс укрепить свои профессиональные позиции, взяться за работу над многообещающими проектами. Селиц. День подходит для того, чтобы начинать работу над какими-то масштабными и сложными проектами, воплощать в жизнь то, что было задумано раньше, реализовывать смелые планы. Вам часто приходит в голову то, до чего не додумались другие. Изобретательность позволяет добиться успеха во многих начинаниях. Близнецы. Благоприятный день. Разобраться в собственных чувствах не всегда легко. Зато вы быстро догадываетесь о том, что переживают другие. От вас трудно что-то держать в секрете. Достаточно намека, чтобы вам открылась истина, которую кто-то пытается скрыть. Рак. Неоднозначный день. Меняются отношения с окружающими. Вас начнут уважать те, кто прежде недооценивал. Многих заинтересуют ваши идеи и планы. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории, которая подарит массу позитивных эмоций. Лев. Очень высоким будет творческий потенциал в первой половине дня. Это повлияет на ваши отношения к жизни, заставит пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Вероятно, необычные знакомства, встречи, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Дева. Вас ждет плодотворный день. Работа, даже самая сложная, требующая высокой концентрации внимания, не пугают вас, не кажутся невыполнимой. Вы беретесь за дела без долгих сомнений, но с неподдельным энтузиазмом и можете быстро добиться успеха. Весы. Удачный день для тех, кто не привык сидеть сложа руки. Сегодня появится шанс научиться чему-то новому. Ваша общительность помогает обзавестись новыми союзниками, сотрудничество с которыми откроет перед вами отличные перспективы. Скорпион. День будет довольно напряженным. Появляется много важных дел, но они увлекают по-настоящему. Не исключено, что вы найдете новые источники доходов. Придумайте, как превратить хобби в бизнес. Многим скорпионам пригодятся таланты, которым прежде не удавалось найти применение. Стрелец. В первой половине дня важной будет разборчивость в деловых и личных отношениях. Не всем, кто старается завоевать вашу симпатию, стоит доверять. Если речь идет о каких-то важных делах, полагаться стоит только на проверенных союзников. Козирог. День полон интересных встреч. Не исключены знакомства, которые откроют перед вами новые профессиональные перспективы. Дадут шанс подняться по служебной лестнице или заняться именно тем, что давно казалось вам интересным. Напоминают о себе давние знакомые. Появляются новые друзья. Водолей. Не самый интересный день. Придется заниматься довольно скучными делами, причем именно такими, которые требуют сосредоточенности, внимания к деталям, досконального изучения и проверки фактов. Некоторые представители знака будут так заняты бюрократическими процедурами, что все остальное отойдет на второй план. Рыбы. Постарайтесь не разочаровывать людей, которые для вас важны. Это порой сложно, потому что ждут от вас многого, а понимание проявляют не всегда. Но в ваших силах избежать конфликтов. Не испортите отношения, которыми вы дорожите. Данный материал содержит элементы рекламы. Как больно и тяжело рассказывать о том, что мы для вас подготовили дальше. Я, как человек, который старается не есть сладкое, каждый раз, когда рассказываю про какие-то сладкие вещи, испытываю настоящий стресс. После этого так и тянет пойти к психологу. Нашли. Я себе даже представляю этот прием. Что случилось? Сладкого не могу поесть. Рассказывал на программе про сладкое, а стараюсь держать себя в руках. Хотите поговорить об этом? Так, ты сейчас обесценил труд психологов, между прочим. Давай рассказывай про сладкое. В общем, есть один из шикарных тортов. Это три шоколада. Если в вашей семье есть сладкоежки, то непременно приготовьте им такой торт. Основу составляет бисквит темный, осложненный тремя слоями мусса. Горького, из горького молочного и белого шоколада. В общем, записывайте рецепт. Начнем с приготовления бисквита. Для этого в отдельной емкости соединяем все сухие ингредиенты. 50 граммов муки, 3 грамма разрыхлителя и 7 граммов какао. Затем одно яйцо взбиваем миксером до пены. Постепенно высыпаем к нему 50 граммов сахара и продолжаем взбивать на высокой скорости, пока масса не увеличится в объеме и не посветлеет. Далее высыпаем к яйцу все сухие ингредиенты и аккуратно лопаткой перемешиваем движениями снизу вверх. Теперь отдельно нужно смешать 35 миллилитров молока, 10 граммов сливочного масла и 15 граммов темного шоколада. Их нужно растопить до однородности. Это можно сделать в микроволновой печи или на паровой бане. Кому как удобнее. А затем растопленную массу вылить в тесто и снова аккуратно перемешать до однородности. Тесто получится довольно жидким, но при этом воздушным. Переливаем тесто в форму диаметром 16 сантиметров. Верхушку можно подровнять, чтобы бисквит ровно поднялся. И выпекаем его в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Она должна выходить сухой. Даем бисквиту остыть на решетке шапочкой вниз, а затем заворачиваем его в пищевую пленку или обычный пакет и убираем в холодильник хотя бы на 3 часа. Если у вас корж получился немного кривой, тогда шапочку лучше немного подрезать, чтобы дальше все мусовые слои ровно легли на него. И затем можно подготовить все для сборки торта. На подложку или удобное для вас блюдо кладем корж. Оборачиваем его съемным кольцом и ацетатной лентой. Теперь приготовим первый слой мусса из темного шоколада. Для этого заранее замачиваем 8 граммов желатина в 45 миллилитрах холодной воды. Перемешиваем хорошо и убираем его набухать. Затем готовим заварной крем. Для этого в сотейнике смешиваем 1 яйцо и 50 граммов сахара. Затем выливаем 100 миллилитров молока. Убираем крем на средний огонь и, постоянно помешивая лопаткой, варим его до температуры 82 градуса. Если у вас нет кулинарного термометра, ничего страшного. Тогда его нужно варить до первых признаков кипения. Ждем буквально минуту, чтобы крем остыл, а затем через сито выливаем его на 100 граммов темного шоколада. Шоколад нужно заранее мелко порезать. Аккуратно выливаем крем, чтобы в шоколад не попали свернувшиеся крупинки белка и комочки, если они появились. Затем его нужно хорошо перемешать. Получится такая шоколадная масса. Далее растапливаем в микроволновке или на паровой бане набухший желатин и тонкой стройкой выливаем его в шоколадную массу и хорошо перемешиваем до однородности. Теперь этой массе нужно дать остыть хотя бы до температуры 35 градусов. Теперь на средней скорости миксера взбиваем 150 миллилитров очень холодных жирных сливок до мягких пиков. Выливаем сливки в шоколадную массу и хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Выливаем первый слой мусса на корж. Можно немного потрусить подложку, чтобы мусс ровно лег. И убираем его в холодильник для стабилизации примерно на 1 час. А пока займемся следующим видом мусса на молочном шоколаде. Здесь способ приготовления точно такой же, как и для первого слоя. Только шоколад берем не темный, а молочный. В слое из белого шоколада есть небольшие отличия в ингредиентах. Нужно 9 граммов желатина замочить в 50 миллилитрах холодной воды и также дать набухнуть. И в заварной крем нужно положить не 50 граммов сахара, а 40, так как белый шоколад сам по себе слаще. А далее все то же самое. Теперь, когда все слои мусса готовы, убираем торт в холодильник хотя бы на 4 часа до полной стабилизации. Затем можно снять кольцо и пленку. Торт можно оставить и в таком виде, а можно украсить шоколадными потеками и клубникой. Получится не только вкусно, но и празднично. Приятного аппетита! Есть легендарные, известные на весь мир места. И в одном из них мы прямо сейчас с вами вместе, пусть виртуально, но все-таки побываем. Одной из стран, которая активно готовится к наплыву туристов, является Италия. Но мы можем говорить не только о морском побережье, мы можем говорить и о некоторых других любопытных местах. Подготовка подразумевает введение ограничений по вместимости, повышение платы за вход, запрет на использование пляжных полотенц и многое-многое-многое другое, что на самом деле из того, что я произнес, звучит не очень-то позитивно, но при этом, может быть, это все-таки та вещь, которая внесет немножечко комфорта отдыхающим. Так, например, пляж Лапелоза на Сардинии ввел запрет на те самые пляжные полотенца. Штрафы при этом начинаются от 100 евро. А почему не написали? Интересно просто. Добраться до крошечного калагалорица можно только пешком или на лодке. При этом взрослым на входе придется заплатить 6 евро, детям 10, до 10 лет 1 евро, ну а на Мальте ограничений нет. В общем, с чем это связано, непонятно. Да, нам не объяснили. Чему их смущают полотенца и стоит это так дорого? По поводу полотенца, не знаю. По поводу входа, иногда поднимая цены, ты снижаешь количество туристов, опять же, для того, чтобы не было вот этого вот массового наплыва, и людям было чем подышать в том или ином месте. Платный вход непонятен, полотенца, ну, странно. Высыхайте сами, да, или как это? Может быть, есть какая-то логика, не знаю. Надо искать подробности и разбираться. В общем, как там было, и что интересного, можно посмотреть об этом далее. Только местный может подсказать такие достопримечательности, которых не найдешь ни в одном путеводителе. Вот в эту, казалось бы, неказистую забегаловку огромная очередь в любое время суток. Причем стоят в ней и простые рыбаки, и банковские клерки, и богачи, и бедняки. А все из-за знаменитых пастицы. Сейчас узнаем, с чем вообще эту штуку едят. Вау, горяченькие. Пахнет очень вкусно. А сколько с меня? Дороговато. Ебро 80. Серьезно? Еще и дешево. Нравится? Хрустящая такая. Это традиционное мальтийское блюдо, да? Да, да, традиционное. Мы делаем с большим чувством, поэтому у нас получается. Обалдеть. Вкусно и дешево. Теперь я понимаю, почему у вас все время очередь, круглосуточно. Вот этот отличный. Мой любимый. Это действительно вкусно. Это необычно. Я бы даже сразу не догадалась, что это такое внутри. Нет? Необычно? Это зеленый горошек, толченый с луком. Ну и еще пара секретов тут, пара секретов там. Вообще, мне показалось, что люди Нагоза – настоящие труженики. Например, здесь, с давних времен, любая уважающая себя дама умела плести кружева. В принципе, и сегодня за этим занятием легко можно застать местных жительниц. А вот для Альды это традиционное на мальте ремесло – профессия. Какие же красивые у вас кружева. Сколько времени вы их плетете? С пяти лет. С ума сойти. То есть маленький ребенок тоже может это делать? Да. Если начать с пяти лет, то можно легко всему научиться. Мальчики и девочки замечательно справляются. А получается лучше обычного мальчиков. Ничего себе. То есть у меня сейчас сыну шесть лет. Ему самое время начинать? Да. Ему понравится. Я учу их, как делать узоры. Когда получается узор, посмотрите, как здорово выглядит. Не могу поверить, что это может сделать пятилетний ребенок. Сразу такой узор, конечно, не получится. Но через какое-то время обязательно сможете его сделать, если сюда вернетесь. А кто вас учил? Мои мама и бабушка. Так, подождите. Это, получается, в каком поколении вы уже этим занимаетесь? Я четвертая. Альда, а у любого может это получиться? Да, абсолютно у любого. И даже у меня думаете? Думаю, да. Даже у больных людей или с особенностями развития. Иногда я провожу занятия на дому, и они замечательно показывают себя в реабилитации детей с аутизмом. Во время плетения кружева они раскрепощаются и очень хорошо себя чувствуют. Потрясающе. А можно я попробую тоже? Да, конечно. Для тебя это будет легко. Сейчас я все покажу. Ну, не знаю, мне уже, знаете, не пять лет, поэтому тут может случиться неприятность. Так. Сначала берем вот эти две, переплетаем их. Один, два, три и четыре. Теперь крест-накрест. Это над этим, это над этим, а эту под тем. И снова сверху делаем крест. И растягиваем вот так. Альда, я уже запуталась окончательно. Я что-то сомневаюсь, что дети могут это сделать. У меня уже, вот как ниточки, вот так же мозги сейчас запутались. Ставь булавочку сюда. И снова. Эту над этой. Эту под той. И снова сверху. Я еще ничего не понимаю, что происходит там. Курчу-верчу, запутать хочу. Вот это так называется. Ну, ведь тебе нравится, правда? Нравится, то нравится. Но, видимо, начинать мне уже поздновато. Здесь, на острове Гоза, люди очень гордятся тем, что профессиями своими они занимаются не случайно. Видите эти яркие лодочки? Красиво, правда? Но мне говорили, что местные рыбаки их так расписывают вовсе не для красоты. Тут все имеет сакральное значение. Сейчас попробуем узнать все из первых уст. Скажите, а почему на большинстве лодок изображены глаза? Рисовать глаза на лодках – старинная традиция. Греческая традиция. Они нарисованы на лодках, которые выходят за пределы гавани, чтобы видеть все опасности и препятствия на поверхности воды. А у других ничего не нарисовано, потому что они не выходят за пределы гавани, поэтому им глаза не нужны. Раз в год нужно такую лодку вывозить на сушу и полностью перекрашивать. Все традиционные лодки очень старые. Им по 40-60 лет. За ними нужен постоянный уход. Такие лодки ведь больше никто не делает. Был один мастер, но и он перестал. Так что через 50 лет мы таких лодочек больше не увидим. Вау! Я рыбак. Я с самого рождения был рыбаком. А-а-а! Я впервые вышел в море, когда мне было 14 лет. Ага. И всю жизнь был рыбаком. То есть у вас практически не было выбора, быть рыбаком или нет? Нет, нет, нет. Нужно понимать. Нельзя никого взять и насильно отправить в море. А-а-а! Это должно быть в крови. Рыбаком нужно родиться. А-а-а! А я бы могла стать рыбаком. А-а-а! Кэш-да-фиш! Или я должна быть рождена рыбачкой. Чтобы быть рыбаком, нужно очень любить море. Иначе там нечего делать. У рыбаков очень тяжелая работа. Представьте себе, рыбак встает в час ночи. В час ночи! Выходит в море. И до самого вечера он совершенно один в маленькой лодке. А-а-а! А вам не скучно? Скучно? Ну, если ты любишь это дело. Вот почему я сказал, что это дело нужно любить. Иначе ты в этой профессии не останешься. Денег в ней много не заработаешь. Работа очень тяжелая. А есть женщины-рыбаки? На Мальте есть только одна женщина-рыбачка. Она делает все то же самое, что и рыбаки-мужчины. Она садится в лодку и в полном одиночестве выходит в море. Женщина-кремень. Мальтийский остров Гоза очаровал меня своей простотой и непосредственностью. Здесь верят в божественный промысел и радуются любой погоде. Здесь детей учат традиционным ремеслам и гордятся своим происхождением. Здесь все наглядно демонстрируют. Где родился, там и пригодился. Это я забираю с собой. Раз, два взяли. Вот так вот. Причем полегче со мной, конечно. Белмот. Белмот, белмот. Белмот, белмот. Давайте, мужики, толкаем. Поехали, раз, два взяли. Вот так. Пошло дело. Так, так. Да ладно, что вам, жалко, что ли. Пошли по воде. Нормально. Вот пошли, пошли. Пошла наша родимая. Белмот, белмот, белмот. Все. Дело. Отличная работа. Ну, все. Пошла рыбачить. И снова добрейшего вам утра. И посмотрите на лицо Стеллы. В глазах ее умиротворение. И, знаете, такая таинственная загадочность, связанная с фантазиями и мечтами. А все почему? Потому что вот эти вот глаза хотели бы сейчас сомкнуться. Ручки вот так вот сложиться на бочок. Ну, и что, и отправиться в царствие Мурфея она бы с удовольствием хотела. Так интересно про себя слушать. Я просто... Слушай, слушай, я еще долго рассказывать могу. В общем, на все на это ее наводит Ольга из компании Топшо. Доброе утро, Ольга. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Ну, оно действительно доброе. Вы все так улыбаетесь в хорошем настроении. Выспались, наверное. Нет, не надо переставать. Так, Ольга, я смотрю, экспонат один. Один. Но какой? Зато какой, да. Все, что нужно, чтобы хорошо выспаться и утром проснуться в хорошем настроении. И сиять целый день. Вот. Так, теперь чуть больше подробностей. Вот для начала хотелось бы узнать, что это. На спальный мешок не похоже, на одеяло тоже. Это топпер. Это топпер Грин Ти. Он с пропиткой зеленого чая. Он... Чем вот этот вот топпер отличается от других, он сразу же идет, получается, у него есть чехол, то есть его будет легко переносить, брать с собой куда угодно. И вот эти вот, это липучки, чтобы удобно было его заворачивать. Взяли на плечо и потащили на дачу, на природу куда-то. Сейчас начинается сезон этих вот в палаточках пожить. Вот это очень... А, ну подожди, давай сейчас проведем эксперимент. Он достаточно толстый. Что такое. На плечи можно надеть. Сейчас мы проведем эксперимент, попробуем надеть это как... Не, ну, наверное, в качестве рюкзака идея так себе. Нет, можно просто ослабить чуть-чуть. В принципе, если сильно постараться, вторую лямочку я тоже могу накинуть. Ну, просто это будет сразу же на вас и закрепить. Если ты собираешься с этим в поход, то это будет единственное, что ты в поход с собой возьмешься. Главное в этой ситуации, вот если уж с такой штукой идти в поход, резко не реагировать на какие-то окружающие звуки. Потому что... Ой, что это? Если честно, это было неожиданно. Спасибо, что я не... Я принупредил с самого начала. Спасибо, что ты не снес меня совсем. Ну, ладно. Ну, просто это большой размер. Это 110 на 2. А вообще самые маленькие начинаются у нас от 60 на 190. То есть это примерно... Односпалка. Так, давайте больше подробностей. Смотрите, это топпер. Для чего нужен топпер? Допустим, у нас старый какой-то диван. И пока нету финансовой возможности, чтобы купить новый диван. Потому что новый диван у нас стоит примерно от 6-7 тысяч и выше. Чтобы не тратить деньги, а ставить их потом на отпуск себе или на что-то такое, можно купить топпер. Цена у нас стартует от 1999 леев. Но только сегодня для наших телезрителей акция уникальна. 30% скидка, плюс еще и бесплатная доставка. То есть если мы берем самый маленький, он будет стоить не 1999, а 1399 леев. И плюс бесплатная доставка. Там уже в зависимости от размера чуть-чуть дороже, дороже, дороже и дороже. Самый большой размер это 180 на 2. То есть у вас даже если большая кровать и старый матрас, тоже можно купить топпер, чтобы обновить спальную поверхность. Что делает топпер? Он выравнивает все неровности. То есть если это диван, который вот так вот, например, открывается, и постоянно кто-то выпадает в эту серединку, можно постелить топпер, и он выравнивает всю поверхность нашего дивана, кровати. Можно просто даже на пол постелить. Некоторые используют этот топпер, то есть ночью спят на диване. Днем, если есть маленькие дети, если взять какой-то топпер побольше, то его можно как матрасик постелить на пол, и дети, чтобы ходили и гуляли на вот этом вот топере. Плюс можно с собой брать на дачу и как дополнительное спальное место. Лично из моей практики мы брали вот такие вот топеры, потому что друзей много, кроватей мало. Постелили на пол, и вот тебе еще дополнительная кровать. Цены, опять же, от 1999, скидка 30% только сейчас, и плюс бесплатная доставка. Ну и плюс наши телезрители могут поговорить с операторами, да, если им нужен другой размер, то бесплатно. Да, размеры есть разные, просто я взяла этот, потому что то, что было в наличии в магазине, вообще начинается от 60 на 190 до 180 на 2. Ольга, признавайтесь. И потом еще есть разница, есть на 190 и есть на 2, то есть если у вас кровать на 190, выбирайте на 190. Если у вас 2 на 2, ой, если на 2, то на 2. Признавайтесь, пока вы его несли, кто-нибудь пострадал так же, как и я? Нет, я аккуратненько его несла. Ну ладно. Ольга, как всегда, спасибо за визит. У вас есть секундочка для того, чтобы дозвониться до операторов, номер телефона на экране. А мы продолжаем наше утро. Мы будем с вами прощаться и желать прекрасного легкого дня. Ну и классных выходных вам. Обязательно, запланируйте выезд куда-нибудь. Не сидите дома, не запирайтесь в четырех стенах с морожкой. И лето – это прекрасное время для того, чтобы насладиться красотами. В общем, спасибо, что провели с нами эту неделю. Дмитрий Спиваков, Стелла Аксенова. До встречи. До встречи в понедельник, как всегда. Будем надеяться, увидимся. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова